Нас за такую ставридку посадят за педофилию. Вот как должна начинаться настоящая мужская рыбалка. Вы говорите в России? Хорошо, будем тогда по-русски. Это рыба-скорпион. Кто вот за это жало его потрогает, тот останется в Сочи надолго. Бывает иногда и по пять, ребята. Должны были поехать сегодня на рыбалку, но не получилось так, что Артем Сергеевич любит долго поспать. Мы сегодня опоздали на горную рыбалку, хотели вам снять про то, как ловить форель. Но, ребята, не расстраиваемся, у нас есть катер, мы едем сегодня в море за ставридкой. А пока малой, смотрите, что делает. Стреляет в сковородку с пневматикой. Дай один раз, ебну, блядь, развлеку людей. Хорошо, что никто такой вот аппарат. Потом подснимем в действие. Давление какое? Давление 240. А как стреляет эта винтовка, вы сейчас увидите. В самый центр стреляет? Да. Вот это пуля. Это пуля, посмотрите. Если бы пуля была бы из более твердого материала, она прошила. Она прошила, да, видите, свинец просто, он мягкий материал, он сковородочку не этот. Это создано для охоты. Вот бронебойный, да, у нас пробивают. В общем, так мы развлекаемся. Все, у нас сегодня тема про рыбалку, а не про ружье. Про ружье мы вам расскажем потом. Прежде чем выехать, первым делом прячу свой мопед, потому что мы тут в поселке живем. И тут местные жители, когда увидят мопед, наверняка его разъебут или спиздят. Кстати, летом я половину времени езжу не на автомобилях, а на мопедах, потому что охуительно. В пробках в городе Сочи не заебывает. Вообще никак. Заводится мопед вот так. Я, наверное, единственный, кто с ноги мопед завыжал. Едем на старом Cherokee. Кстати, вообще такая машина охуеть можно. Я такую давно не видел. У нас есть автоканал на нашем автоканале, наверняка это видео появится. Просто пиздец, что за сиденье. Не знаю, камера сейчас передает. Светло или темно. И вся крыша, она в Алькантаре. Все в Алькантаре. В-8. Это СРТ. Да, он еще лимитирован. Написано. Grand Cherokee Limited. Limited Edition. А ну, смотри, как машина еще раз. Машина дергается. Все, на холодную лучше не делай. Этому мотору миллион лет он в любой момент отхлебнуть может. Ебануться. Мне кажется, что мы сейчас это разъебемся, ты знаешь? Блядь, пока он закрывает дверь, ебануться можно. Эта машина, какого-то 80, блядь, каких-то годов выпуска. Посмотрите, сколько кнопочек, сколько, блядь, всяких функций у нее. Даже половина, не знаю, вот этого зеркала. Да, это хуй его знает. Это стеклоподъемники, это открыть дверь. Window, окно, открыть, закрыть. А, блокировка окна. Память, что ли. Полный электропакет. Посмотрите, какие сидения. Нереально удобные. Диваноподобные. Понятно, что это не для спорта. А сзади в охуенном состоянии сохранились. Потолок из Алькантары. А люк рабочий? Ебануться, машине, блядь, 50 лет или сколько. 80 какого года машина? Сейчас, я позвоню с Крущевым. Вот это Д? Да. Вот это вот знак инстаграма. Видите, это Д. Едем на инстаграме. Я давно на таких пиздорецках не ездил. Посмотри, какие мафоны. Я таких даже не видел, блядь. Прикинь тут. Аквалайзер, блядь, вручную. Чтобы вы понимали, эту панель. Гелик спиздил отсюда. В натуре, только у него тут сенсор. Да, да. Блядь, в натуре они спиздили со старого Cherokee. Тачку покупали за 57 тысяч долларов. В 97 году. В 97 году. Ну, начали они выпускаться не в 97, а в начале 90. У нас бензина просто вообще нету. И этого бензина на два нажатия газа. Это мили, ребята. Это мили. Ребята, это видео, это не... Мы не снимаем программу. Мы просто снимаем, как проводим один из своих дней. Этот Cherokee, блин, он, блядь, едет где-то как Camry 3,5. Вот такая вот. Рыба будет в любом случае. У нас не получилось поехать на горную речку. Поэтому решили поехать на катере, на ставридку, барабулю. Что будем ловить. Если катера в море сегодня по какой-то причине МЧСовцы не разрешат выгонять, то тогда мы поедем на головля или будем ловить с берега. В любом случае рыбалка будет сегодня. Будет рыба. Пока сами не знаем, какая, но рыба будет. Позрачность воды, наверное, метров 15. Идеальная просто. Маки, братан, у нас тормозок. Нет, сря ты назад приезжаешь. Переедем тебя. Мы заезжаем по Митсубиси. На таких Митсубиси едят додики. Они по 28 часов, блин, заправляются. У них 700 детей, пьют кофе, чай там. Мы сейчас будем долго ее ждать. Если вы будете в ЛАО, никогда не заправляйтесь на четвертой колонке. Там заливают на часа. Да, и посмотрите, кто нас заправляет. Пав Дэди. Нас сегодня заправляет Пав Дэди. Пидиди. Пидиди заправляет додика. Ничего плохого не говорю. Просто я стараюсь шутить. Может, хороший мужчинка. Я не знаю. Просто мы его назвали додиком. Просто потому что смешно. Привет, братан. Привет. Как ты? Хорошо. Ты говоришь русский? Русский говоришь. Хорошо. Английский вообще... Английский вообще хуйня. Не очень. Не очень? Хорошо. Будем тогда по-русски. Не, до полного не надо. Ты цену выставляешь, да, здесь? Да. Давай на полторы тысячи. На полторы тысячи. Тебе что-нибудь взять в магазине, брат? Попить воду, булочку. Кока-колу? Окей. Пав Дэди кока-колу хочет. А, я как раз похаваю. Я с утра не хавал. Вот эту вот пиццу, да. Давай фанту тогда еще возьмем. Самые лучшие бандоны, которые продаются на этой заправке. Так, вот это, вот это. И на полторы бензин Чароки, Гранд Чароки. Да, шестая колонка, да. Карту лояльности дать вам? Сколько бы было у Кайфи, да? Да. А ты хотел оплатить? Да. Да. Подписчикам говорит, что он хотел оплатить. Кто хочет оплачивать, ребята, тот оплачивает. Брат, была только вот такая. А, не страшно, спасибо. Все, всех влаг. Не залилась еще? Еще не так вот. Ты к подписчикам привет передай, ты красавчик. Да, да, да. Подписчикам в YouTube. Подписчикам, здорово, привет, братан. Вот так тачка в это выглядит. Если вы общаетесь, дружите, или вы брат Артема Каракоза и ездите с ним на одной машине, никогда не оставляйте у него презервативы, потому что ровно через сутки их там не станет. Сколько бы вы не оставили. Я ни хуя с утра не ел, блядь, съел две фейхуи. Чтобы вы понимали, утро, это у него 2 часа дня. Мы поэтому рыбалку-то и проебали, потому что я спал. В прошлый раз, когда мы были здесь на рыбалке, чтобы вы понимали, вот тут мы ехали на низкой М3. Едем на рыбалку, братцы. Заодно и боком навалим. Ну вот такая себе рыбалка. Рыбалка, что мы чисто погонять пищем. Вот тут вот мы зацепили. А вот там в конце еще и подрифтили немножко. В прошлый раз, когда мы приехали сюда на рыбалку, мы поймали 800 килограмм барабули. Видео сейчас вставим. Это успех, братцы. Это в натуре успех, блядь. Что за звук волшебный? Слушайте звук, блядь. Вот как должна начинаться настоящая мужская рыбалка. Честно говоря, да. Я раньше удочками ловил. Я их рот ебал, этих удочек, блядь. И оттого вены хавал, блядь. Больше в этом море нахуй рыбы нету. Вся здесь. Вы спрашивали, куда столько рыбы, зачем столько рыбы. Вы просто не знаете то, что... Я из этой рыбы делаю чачу. Ты знаешь, блядь, это пицца, твой ровесник, блядь. Катушки, болтанки взял? Этот катерочек-парасальный. Столько с ним воспоминаний связано в молодости, пиздец. Он пиздец, что за катер, блядь. Блядь, он стар уже. Сон, на этом катере на троллинг надо выходить. Прикольная эта лодка. Пойдём спросим у дедушки, есть ли рыба на Чёрноморе. Отец, здравствуй. Рыба есть вообще в море с удочкой будет ловиться, как думаешь? Да было там по 2-3 штучки где-то. Да? О, что мне ватчиков. А с берега удочка не ловишь, не знаешь? Ой, нет, правда. Мне стыдно. Всю жизнь браконьерничал. Селехардло, Бетнанги, Ямал. Официально рыбачиваю там, в Иваново. Красавчик. Не слышу, волна! Он просит меня на 66-й сеть, уничтоженный без тормозов, и загнать его в люльку, чтобы он заехал в люльку, люльку назад сдать без тормозов, не утопив при этом 66-ю. Я, бля, не такой мастер. Так происходит погрузка и выгрузка катеров в воду колхозным методом. Вообще, это специально оборудованная дорожка. Ну, так все делают на всем Черноморском побережье, включая Крым и везде. Тут важно попасть, и он делает это в тысячный раз и попадает. Заезжает, даёт газ. Подавливает, прижимает, жмёт газ. Всё, он на берегу. Вот и вся погрузка. А это Араратик. Как дела, родной? Аккуратно, рука больная. Передай подписчикам привет. Привет, привет. Бонжорно, сеньоры. Мы на рыбалке. Твой сын? Данил, да. Я временный папа этого пацана. Чайки летают, значит, рыба есть. Вон, смотри, остатки тёлок по пляжу ходят. Все тёлки уехали в Красноярске, в Ростове, в Челябинске, в Екатеринбурге. А на пляже остались остатки тёлок. Я рассказываю вздыхам и тем, кто не ловил на Черноморье. Ставридка, Луфарь. Иногда, очень редко, барабуля клюёт просто на пипеламида. Клюёт на пустые крючки с бусинкой. Кстати, есть в Черном море очень опасная рыба. Называется морской скорпион. Для всех вздыхов это просто такая вот коричневая. Если мы поймаем, мы покажем. Информация для всех вздыхов отдыхающих. Это рыба скорпион. Кто вот за это жало его потрогает, тот останется в Сочи надолго. Бзыхи, запомнили? Москва, Питер, Сургут, запомнили, бля? Где-то в пол воды была одна маленькая ставридка. Нас за такую ставридку посадят за педофилию. Ставридка это не краснокнижная рыба, поэтому похуй. Смотри, как она, видишь, поймалась. Я знаю, сейчас хейтеры. Блядь, вот вы там, блядь, такую мелочь ловите. Идите, поймайте, блядь, сами. Я понял, как ловить. Нужно спускать не быстро, ребят. Медленно спускаем и опять у нас две малолетки на крючке. Забрасываем, спускаем леску и вот так вот раз. Просто проверяем, где она. Быстро низ не спускаем. О, пошла рыба села. Я чувствую, что рыба села и пошел подтягивать, снимаю. Опять малек какой-то, наверное. Хотя нет, сопротивляется. Может просто за хвост зацепился. Вот такой вот Мудашвили маленький. Вот, села рыбка. Одна. Есть, вот. Видите, кончик спиннинга трясется. Да, все. Пошло сопротивление. Что-то побольше, знаешь, в этот раз. Может две. Может две, да. Может две маленькие. Или одна боком. Да. Хоть бы она не сошла. Она по дороге может сходить, кстати. Поэтому если поймали, уже тянем плавно, уже без дерганий. У Ставрида очень нежные губы. Да, она может сходить очень легко. Две. И одна чуть-чуть боком, да. Чтобы вы понимали, как устроена Ставрида, у нее очень крутой рот. Он у нее открывается и он становится больше в 10 раз. Огромный, да. Смотрите. То есть она может проглотить рыбу, ну там, в пол своего размера. И у нее нет чешуи, ее чистить не надо. Да. Это маленький тунец, по сути. Мелочь клюет, потому что перед штормом, может, воду переболтает и будет крупнее. Рыбалка это прежде всего природа, красота и удовольствие. А потом уже рыба. Форелевую рыбную ловлю на днях будем снимать. Данька будет вам мастер-класс показывать. Реально мастер-класс, без прикола сейчас говорю. Мы поедем в Абхазию и поедем в форели. В Абхазии бывает иногда и по 5, ребята. А бывает и по 15. Ну что, мелочь больше не будем снимать. Если поймаем крупную, покажем вам. Вот это мы поймали за 15 минут. Тут уже где-то килограммчик, может, чуть больше. Чтобы вы понимали, просто в это время уже ее никто не ловит. Даже местные не выходят. Потому что она уже вся ушла. Где-то в Турцию, в те районы. Ставритка. Смотрите, какой звук издает. Более крупных размеров. Но это тоже мелочь. Но более это порядочная. По нашим сегодняшним меркам, это хорошая рыба. Но по меркам обычной ловли, это тоже малек. Есть такая рыба в Черном море. Это ерш. Это как бычок большой, а только ядовитый. Он вот так вот проглотил грузик со дна. Его подняли. Он просто нагрузил. Он схавал грузик, чтобы вы понимали. Он весит грамм 30. Мы его подняли до лодки. На грузике? Да, он посмотрел, нам на срублю, он дальше поплыл. Вот, раз, два, три. Три сразу. Скидывай. Три. Да, она боком идет. Я ее подцепил, посмотрите как. Ты вообще посмотри, как она клюнула. Крючок зацепился об крючок. Даже Ставритка. Крючок зацепился об крючок, и один крючок ей в спину, и она поймалась. Половили мы минут сорок, поймали вот столько вот рыбки. Килограммчик, и да, полтора-два. Под сковородку хватит. И закат. Кому нравится такая тема, будем снимать про наш отдых. Чисто влог, ничего замороченного, никакого юмора. Просто как мы живем, как мы ловим рыбу, как мы отдыхаем, как мы охотимся. Как генно шпилит телок на катерах. Иногда, кстати, нас не пускают в море. Выезжать на рыбалку, потому что иногда в море бывает Путин. Когда Путин в море, расскажи, что происходит. Все сидят дома. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»